Всем привет! Сразу же скажу, что вся эта ситуация попала в прямой эфир Я в этот момент вел прямой эфир Этот чел ко мне подошел И все это попало в прямой эфир Многие счастливчики видели А кто не видел, обязательно перейдите Вот сейчас в правом верхнем углу появится ссылка на это видео Перейдите, посмотрите Значит, как вообще все это было? Иду я в торговый центр, в который я ранее уже 100 раз заходил И бац, тут перед входом сразу же ко мне Чуть ли не в обнимку Парень подходит и отводит в сторону и говорит Братан, купи у меня айфон xs Мне типа деньги срочно нужно, в Ростов надо ехать То, ну он там много вариантов говорил То я там девушка купила, деньги нужны То ему там накумариться, то ему в аптеку надо Короче, чел сам запутался И сперва он говорил, что продает за 800 Потом что-то за 600 Готов был еще там скинуть Но я, симпень, почему Телефон я беру в руки Я сперва даже, если честно, обрадовался Думал, ура, повезло, мне сейчас куплю оригинальный айфон По дешевке, все дела Я его взял в руки и сразу понял, что это андроид Ну, копия, реально копия Ну, знаете Не то, чтобы совсем дешевая Но она чувствуется, что все тормозит и глючит Пока я смотрел телефон Продавец мне постоянно повторял одно и то же Зайди на сайт Apple и проверь Зайди на сайт Apple и проверь Я ранее слышал про то, что китайцы умудрились сделать так Что на сайте Apple телефон реально пробивается Сто процента не знаю Но это ясный пень, что они взяли имей С оригинального телефона Который действительно был продан Собственно, вот так вот вся схема работает Я все-таки зашел на сайт и проверил Да, действительно там показывается, что телефон был два месяца И действительно куплен у Apple И что он там на гарантии мировой То есть, если бы я был лохом, я бы реально повелся Но меня-то интересует другое Ребят, запомните Можно проверять iPhone часами Но есть один способ, который никогда китайцы не смогут скопировать Это Apple Store То есть, когда вам предлагают iPhone Просто подключите интернет Зайдите на Apple Store То есть, магазин Apple И попробуйте там что-то скачать То есть, если он у нас зайдет Если введете в свои клавы, там все хорошо Значит, действительно телефон оригинал Если вы зайдете там Play Market Значит, телефон копия Все просто Парень этот был кавказской внешности И, как позже выяснилось Это, походу, были цыгане Но о чем они думают, я не знаю Потому что вряд ли кто-то носит с собой Такие большие суммы Скорее всего, они предлагают такую цену Потом, ты говоришь, допустим У меня с собой 100 долларов Они такие О, окей, ладно Я тебе 700 скидываю Давай за 100 покупай То есть, скорее всего, так вся эта схема и работает Кстати, почему я говорю они? Потому что их было двое Один на одном конце торгового центра предлагал айфон Другой на другом Вот смотрите Вот этот вот человек, что слева идет Это его напарник Откуда я это понял? Потому что, когда я от него отошел первый раз Со стороны я посмотрел Он стоял с этим челом, разговаривал Видно, что он тоже внешностью похож на этого человека И, соответственно, несложно догадаться, что они были вместе И это сообщники Я ему сказал, что я подумаю И, если что, я подойду к нему позже Но человек от меня не отстал Он все время ходил за мной В итоге, он мне спрашивает Типа, что тебе не нравится? Чего ты не покупаешь? Я ему говорю Мне кажется, что у тебя копия Говорю, дай я зайду в свой iCloud Говорю, в App Store Зайду и бежусь в этот Нет, деньги давай потом То есть, что бы я ему ни сказал Я говорю, дай включить интернет Дай там вставить сим-карту Дай сделать то, дай сделать все У него одна была фраза Дай деньги потом Я говорю, слушай, я у тебя покупаю телефон Говорю, за 600 долларов Ты хочешь, чтобы я его закрытыми глазами покупал? Ой, брат, а если ты зайдешь В свой iCloud, потом пароль забудешь? Я говорю, что ты несешь? Я говорю, если тебе не нравится Тогда до свидания, короче Ну, он пытался меня чуть-чуть поуламывать еще В итоге, я ему говорю Ладно, пойдем в салон связи Я хотел ему доказать Ну, и показать, чтобы он так, знаете Как сказать Обложить его конкретно Когда я возьму оригинал И возьму его копию И покажу ему разницу Он такой согласился На мое удивление Мы нашли салон связи Алло Я захожу, говорю, девушка Вот я вижу, у вас есть айфон И говорю, достайте нам XS Она достает Я говорю, ну, можно распечатать? Ой, вы знаете У нас нельзя распечатать Распечатать можно Лишь в том случае Если вы будете покупать Я говорю, стоп Я пришел К вам в салон Хочу посмотреть телефон Может мне не понравится Ну, у нас такие, говорит, законы Думаю, ладно Черт с тобой Я говорю, вы можете Проверить как-то на его На оригинальность Она позвонила там К какому-то парню Тот такой Да, зайди на сайт Apple И там будет написано Оригинал он или нет Я говорю, я заходил Я проверял Там как бы пишется Что типа оригинал Действительно Мне надо само сравнение Мне не интересно Говорю, на сайт Apple заходить Но девка проверила Цыган этот Говорит, ну что Оригинал Она такая Ну да, оригинал То есть был бы я реально Лохом Я бы поверил Продавщица Которая уже там Сотни этих айфонов Продала И купил бы Но хорошо, что я умный Я не такой И этот пример Вам будет, кстати Хорошим уроком Всегда заходите В App Store И проверяйте Нет ли там Плеймаркета скрытого В конце он все-таки Понял, что я не лошок И мне такой говорит Брят Если ты не собирался Покупать Зачем мой Съебал Было реально Очень смешно Вы знаете На удивление Или не удивление Совпало Не совпало Но у меня всегда Есть с собой Такие суммы То есть 800-900 тысяч Да, долларов У меня всегда Есть такая сумма С собой Ну бывает Мало ли Вот действительно Как этот случай Купить телефон Там и так далее Но я думаю Что 90% Не носят Такие суммы Поэтому в комментариях Напишите Какую сумму С собой носите вы Будет очень интересно Узнать Возможно То, что вы не носите С собой большую сумму Вас и обережет От того, что вы не купите Поддельный какой-то товар Ну а на этом у меня все Ребят Спасибо всем за просмотр Надеюсь вам было полезно Это видео И вы сделаете для себя Какие-то выводы Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Всем пока До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok